Первый же день жизни младенца госпитализируют с припадками. Исследователи заключили, что вероятно виной тому ежедневное употребление спирулина его матерью, начиная с четвертого месяца беременности. Я уже говорил ранее о печеночных токсинах и нейротоксинах, присутствующих во многих добавках из спирулина. Но компании и производители клянутся, что спирулина не производит таких токсинов. И могут быть правы. Но если спирулина токсинов не производит, то как может быть, что токсины были неоднократно обнаружены в добавках из спирулина? Похоже, речь идет о заражении спирулины от производящих токсина сине-зеленых водорослей. Например, если вы посмотрите оценку безопасности спирулины в новом американском издании «Фармакопеи», вы найдете, что доступные факты не указывают на серьезный риск или угрозу для общественного здоровья, в случае, если спирулину ни с чем не перепутали, правильно упаковали и правильно используют. В этом-то и подвох. Вы собираете спирулину в озере, и вы понятия не имеете, какие еще водоросли вы случайно захватите. Исследователи сообщают о разнообразных неприятных последствиях у людей, принимающих спирулину. Но они приписывают эти случаи отравляющим токсичным веществам в отличных от спирулины водорослях, копавшим добавки из спирулины, чья известная токсичность опасна для печени и вызывает рак. Так вот, покуда третья независимая сторона не опробует на опытах каждую партию добавок, что не может себе пока позволить ни одна компания-производитель, я продолжаю призывать людей избегать продуктов со спирулиной. Ссылки на исследования, используемые в видео, вы найдете в описании. Перевод, монтаж и голос за кадром Ная Словник, руководитель проекта Сергей Алексанян. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и распространяйте информацию. Проект NFRussia развивается без рекламы. Поддержите нас на skies.land. Ссылка в описании.